Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор небольшого крынка от компании Косодака, модель Роджер Миди. В линейку Роджеров входят 4 приманки и второй по заглублению является модель Миди. Крэнк имеет длину 32 мм, заявлено, что весит 2,6 грамма и имеет заглубление 0,8-1,1 метра. Но фактически заглубляется всего лишь где-то на 50-60 см. То есть, как можно видеть, данный крэнк имеет очень маленькую лопатку и находится она под углом где-то около 45 градусов, поэтому заглубляется меньше, чем заявлено. Но может быть, если использовать этот воблер на троллинге, он и зайдет на глубину 1 метр. Воблер это у нас крэнк, имеет он в своем корпусе, соответственно, шарик. Воблер издает на проводке глухой шум, оснащен двумя тройниками. Они, конечно, не очень острые, но вполне рабочие. Но при желании можно и заменить. Воблер, несмотря на свои небольшие габариты, на свой вес, а реально, кстати, он весит 2,45 грамма, он на плетенке толщиной где-то 0,4-0,6 по японской классификации летит у меня метров, наверное, на 20, может даже на 25. То есть, вя вот этих габаритов очень хорошо и далеко летит. И причем достаточно точно. Хорошо этот воблер работает и на струе, и на медленном течении, ну и без течения также. Этот воблер имеет стабильную высокочастотную игру. За счет своих габаритов он, помимо езя головля, окуня, например, у меня еще и ловит и хариуса, и ельца. В основном для указанных рыб, вот, хариуса и ельца, лучше использовать натуральные расцветки. Ну а я из Галавли неплохо ест этот воблер и в цвете Маттагер. То есть, всего 16 цветов. Это натуральные расцветки, кислотные, ну и есть эта приманка в розовом цвете. То есть, наверное, для ловли форели. Данный воблер отлично ловит, стоит недорого. Поэтому могу смело его порекомендовать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.